Посещают разных людей, но вообще-то, как говаривал один герой Шекспира, в этом безумии есть система. В феврале 2023 года к нам обратился какой-то человек, который сказал, что он работает в кадыровских структурах. Стоит тебе попытаться выйти из системы, ты узнаешь, что вход был рубль, а выход 10. Когда я узнал, что он занимается похищениями, вербовкой и так далее, я ему сказал, нам нужны доказательства. В Чечне нет иммунитета практически ни у кого. Тотальное закручивание гайек, подавленное вообще всего общества, нужно для федерального центра, чтобы чеченцы не размышляли, что они должны хоть как-то выйти из состава России. Поэтому надо закручивать гайки, и выделяется бюджет. По моим наблюдениям, мы живем в одном и том же сериале, только мы, может, в пятом сезоне, а Чечня уже в восьмом или в десятом. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет! По меньшей мере, 3820 человек похищены и 21 убит за последние четыре года в Чечне. Такую статистику приводит телеграм-канал «Движение Адат» с пояснением, что эти данные намного ниже реальных цифр, потому что отражают только случаи, известные участникам движения и проверенные ими. Кто и зачем похищает людей в Чечне? Почему федеральные власти не вмешиваются, а родственники похищенных молчат? Об этом говорим сегодня с правозащитником, членом Совета Центра Мемориал Александром Черкасовым и руководителем движения «Дат» Ибрагимом Янгулбаевым. Вообще, текущие ситуации, связанные с похищением людей в Чечне, правозащитники сегодня знают гораздо меньше, чем, например, 15 лет назад. А по словам Александра Черкасова, довольно сложно составить точное представление о числе похищенных в Чечне. Сейчас люди гораздо реже обращаются за помощью к правозащитникам. Они боятся огласки. Ситуация изменилась вот как раз 15 лет назад, в 2009 году, после убийства Наташи Эстемировой, которая занималась по большей части расследованием именно насильственных исчезновений. Нам тогда говорили, вы же себя защитить не можете, как вы защитите нас? В итоге к правозащитникам, к журналистам за оглаской обращаются в тех случаях, когда перепробовали другие способы и прекращают контакт, как только и если удалось вызволить своего родственника. Если говорить о количестве, очень много похищенных было в 2000, 2001, 2002, 2003 годах. Когда российские власти перешли к тактике чеченизации конфликта, к передаче этого промысла формированием из этнических чеченцев, это произошло не просто так. После теракта в Нурдости стало ясно, что та тактика, которая использовалась федеральными силами, похищение, насильственное исчезновение, пытки, внесудебные казни, но массированно и неизбирательно, не способствовало ликвидации вооруженного подполья. Наоборот, это создавало мобилизационную базу для подполья, а чеченцы должны были действовать гораздо более избирательно, потому что они знали, за кем охотятся, и со значительно меньшим, что называется, побочным ущербом. И действительно, в течение нескольких лет число похищений людей в Чечне уменьшилось значительно, и вооруженное подполье после 2006 года не то чтобы сошло на нет, но уже даже не было самым мощным на Северном Кавказе. Рамзан Кадыров добился последовательно в 2006-2008 годах ликвидации конкурентов и от ГРУ, и от ФСБ, а МВДшное оперативно-розыскное бюро номер 2 было, по сути дела, переподчинено Кадырову. Но делал он это хитро. Он делал это под лозунгом борьбы за права человека. Вот они, другие структуры, похищают и пытают людей, держат их в секретных тюрьмах. Отчасти поэтому была значительная огласка некоторых подобных дел. Но когда начали расследовать преступления кадыровцев, очень скоро выяснилось, что расследовать некому, потому что нет конкурентов, нет структур, которые могли бы вести так называемую оперативно-розыскную деятельность. И два дела, дело АТСшников и дело ППСников, расследованное в 2006-2007 годах, АТС – это антитеррористический центр ППС, это полк патронной постовой службы номер 2, вот это два дела были против кадыровцев, расследованные. А дальше расследований, доведенных до суда, уже не было. Вот характерный пример. Дело Ислама Умар-Пашаева. Это как раз конец нулевых. Парня похитили и держали в подвале чеченского ОМОНа, пока он не обрастет бородой, пока его нельзя будет одеть в форму, дать ему в руки автомат, вывезти в горы, а дальше вот вам ликвидированный боевик. Умар-Пашаеву удалось вызволить из-за стенков и началось расследование. И целый следователь по особо важным делам, целый полковник Следственного комитета Игорь Соболь не мог ничего сделать, потому что с ним, для силового поддержки, отказывались ходить силовики из других ведомств, туда, где держали Умар-Пашаева. И все было подтверждено с показанием Умар-Пашаева. Но до суда дело не дошло. Практически полная безнаказанность, потому что это ведь основа для любого подобного режима. С конца нулевых годов Кадыровская пехота, рядовые бойцы патрульно-постовой службы не ходили на допросы, потому что знали, что им за это ничего не будет. Вертикаль там просто не доходит до земли. Но если в 2000-х годах с помощью похищений и пыток боролись с террористическим подпольем, то почему похищения продолжаются и сейчас, когда, очевидно, подполье ликвидировали? Вот версия Александра Черкасова. Во-первых, при таком режиме стихийно возникают ячейки недовольства. И каждый раз, когда они возникают, власть отвечает массовыми задержаниями. Один из последних эпизодов, совсем недавно, казалось бы смешной. Некий человек поджигает автомобиль, в номере которого есть слово «дустум». Какое отношение генерал Дустум, генерал времен афганской войны имеет к Чечне? Оказывается, это был позывной Рамзана Кадырова, а потом позывной его сына. И это было воспринято как некоторая демонстративная акция. Число задержанных, незаконно задержанных, при расследовании, или расследовании в кавычках этого эпизода, было меньше ста человек, но немногим меньше ста человек. Кроме того, у нас огромные силовые структуры, созданные в ходе так называемой контртеррористической операции, которая началась по совпадению как раз примерно 25 лет назад. Любая такая структура, она прежде всего бюрократическая. Есть штаты, есть бюджеты. Эти штаты и бюджеты нельзя обосновать иначе, как борьбой с разнообразным врагом. Система не может без работы. И те же самые силовики, которые боролись с вооруженным подпулем, борются с теми же методами. Например, с геями, изымая телефоны, выясняя связи, задерживая по этим связям. Компании против геев, против наркопотребителей, да против кого угодно. Они идут по одной и той же схеме и, в общем, осуществляются теми же самыми силовыми структурами, которые кошмарно избыточны и которые не могут без работы. И вот когда Александр Черкасов несколько раз говорил про задержание, массовые задержания людей в Чеченской Республике, у меня все никак не связывалось в голове, при чем здесь задержание и похищение, какая связь между ними. А оказывается, там вообще очень тонкая грань. Грань между задержанием и похищением в чеченских условиях достаточно зыбкая. Вот тебя доставили в райотдел, поместили в камеру, а ты внесен в соответствующие списки. Ведь во многих случаях оказывалось, что меньшинство из задержанных числятся задержанными. А это тоже временное похищение, временное исчезновение. В этом нету ничего специфического чеченского, потому что пока человек не числится задержанным, с ним можно делать все, что угодно. Сколько таких дел было в России, когда на бумаге значится, что некий человек шел, шел, проходил мимо отдела полиции и вдруг почувствовал такое раскаяние, что явился туда и написал явку с повинной. Это на бумаге. А реально, он был задержан за много часов до этого. Его били, пытали, склонили подписать эту явку с повинной. И только после этого оформили задержание. Когда мы говорим о грани между похищением и задержанием, между законным задержанием и незаконным, тут нету ничего специфически чеченского. Это способ незаконных действий полиции в России, да и в общем не только в России. Посещают разных людей, но вообще-то, как говорил один герой Шекспира, в этом безумии есть система. There is a method in this madness. У одного задержанного берут его телефон, добиваются того, чтобы он дал доступ к этому телефону. И после этого открываются связи человека. Следующие кандидаты на задержание. Выясняют родственников, потому что вот в чем точно есть некоторая специфика. Попытка воздействовать на задержанного через родственников, которые превращаются в заложников. Выходит на знакомых. И их тоже привлекают в отношении них, тоже ведут, это так называется, оперативно-розыскные мероприятия. В каких-то случаях это может быть действительно борьба с подпольем. А в других случаях это очень бывшие боевики. А кем сейчас еще отчитываться, когда новых боевиков практически нет? Или сфабрикованные дела о каких-то нехороших исламистских организациях, о которых специалисты в области ислама не слышали десятки лет. А тут, пожалуйста, мы вскрыли ячейку. Или дела о финансировании терроризма. Перевод денег за рубеж, например, каким-нибудь родственникам в Турцию, может быть интерпретирован как помощь идиловцам. И дальше включается эта машина, которая умеет работать, смотрит в соцсети, мессенджеры и за шагом расширяют круг поиска. В общем, в это расследование может попасть не то чтобы каждый, но вероятность такая очень ненулевая. В Чехне нет иммунитета практически ни у кого. Незаменимых там нет, кроме, может быть, одного человека. И, соответственно, отступники караются этой системой жестоко. Стоит тебе попытаться выйти из системы, и ты узнаешь, что вход был рубль, а выход – 10. И против такого человека будут применены все меры воздействия. Ведь, будем честны, когда кадыровцы, собственно, формировались, это были в существенной степени бывшие боевики, перешедшие на другую сторону. Ну, как перешедшие? Их взяли в плен или задержали. Их пытали. Их заставили присягнуть. Их повязали кровью, участием в убийствах и в пытках. И в кадыровских структурах дисциплина была жестокая, в частности, основанная на поиске врагов и на наказании всех тех, кто продемонстрировал малейшую нелояльность. Именно через это прошли те, кто стал потом кадыровской элитой. Это стиль всей этой системы. И выйти из нее действительно оказывается проблематично. Такой человек подвергается давлению всей мощи, созданной в Чечне системой. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разбираемся в том, кто и зачем похищает людей в Чечне. Не так давно на сайте «Поддержка политзаключенных мемориал» мы наткнулись на историю 21-летнего полицейского из Чечни Ясина Халидова. Весной прошлого года его задержали на погранпункте в Омской области, когда он пытался уехать из России. Омские полицейские передали его коллегам из Чечни. И с тех пор о судьбе Халидова ничего не известно. Как пишет мемориал, в чеченских правоохранительных органах он работал 17 лет. В 18 оказался на войне в Украине. После чего решил уволиться из МВД и обратился за помощью к администраторам популярного среди чеченцев телеграм-канала «Адат». Мы созвонились с руководителем движения «Адат» Ибрагимом Янгулбаевым. И вот, что он рассказал о знакомстве с Ясином Халидовым. В феврале 2023 года к нам обратился какой-то человек, который сказал, что он работает в кадыровских структурах. Он изначально не говорил, где он бывал, какую должность он там занимал и что вообще в принципе делал. Он сказал, вот, мол, я работал в силовых структурах, в никаких преступлениях не участвовал, я только недавно устроился на работу. У меня недавно умерла бабушка. Я подумал о своей жизни, о своем будущем. И поэтому я захотел уволиться. Из-за того, что я захотел уволиться, мне мое начальство, а я работал в ОМОНе на транспорте в Грозном, сказало, что, мол, хотят со мной поговорить под пытками, на полиграфе и так далее. И он сбежал оттуда. И теперь его преследуют. Более какие-то данные давать он не хотел. Какую деятельность он вел, он нам не рассказывал. Можете ли вы мне помочь как-то с вывозом, связать меня с правозащитниками? Ну, конечно, если ничего такого нету, конечно, мы поможем. И начинаем с этим человеком работать. Я с некоторыми правозащитниками пообщался. Один из таких правозащитников пробил по адвазе Дайна, скинул мне кое-какую информацию о том, что в той школе, где учился Ясен Халидов, была такая статья про него. Как, типа, школа гордится своего ученика, что он, мол, в таком раннем возрасте, 15 лет, помогает правоохранительным органам, что его отец работал в силовых правоохранительных структурах и так далее. И мне тот правозащитник сказал, не нужно его брать. Может, он специально к вам втирается в доверие, переберется в Европу, и может, на вас покушение сделать. Он, наоборот, этот правозащитник за нас опасался. Мы начинаем тогда постепенно копать. Разузнали. Оказывается, Ясен Халидов с 15 лет работает в каких-то правоохранительных силовых структурах. Его отец работал в ФСБ. Его родственники, дяди, работают в силовых либо правоохранительных структурах. Я начинаю расспрашивать Ясен Халидова. Расскажи честно, как я каждый раз, пока я ему какие-то доказательства не показывал, я ему давал возможность самому честно всё рассказать. Он говорит, ну да, у меня отец работал, но он потом уволился, потому что не хотел там работать. А оказывается, его отец, который работал в ФСБ, не увольнялся. Он заболел онкологией. Из-за этого он ушёл на пенсию. Из-за онкологии он умер. Тогда я скидываю ему статью про него. Потом начинаю ему говорить про то, что мы насчёт него нашли. Он тогда начинает потихоньку рассказывать. Ну да, я там с 15 лет работал в ЦП. Это отдел МВД. Обычно они занимаются там экстремизмом, терроризмом и так далее. Обычно этот отдел, кстати говоря, вербует людей. Сами делают результаты. Результат — это означает, показатели делают по работе. То есть схватил этого человека, выявил этого человека, нашёл этого преступника. То есть каждый второй какой-то экстремист и террорист оказывается в Чечне. Ну то есть в Чечне же похищения, пытки. Вот эти сфабрикованные уголовные дела — это же по результатам дела. То есть каждому отделу, силу, структуру, там, правоохранительных органов. Есть своя отчётность, которую они должны делать своему начальству, а потом Кадырову. Где они показывают свои показатели, что в этом месяце столько экстремистов и столько террористов они схватили. Когда я узнал, что он занимается похищениями, вербовкой и так далее, я ему сказал, нам нужны доказательства. Без каких-то там доказательств тебя никто принимать не будет. Но сразу скажу, что я это ему сказал специально, чтобы ещё больше информации у него разузнать. Так как мы уже на этапе того, что мы про него узнали, как он вербует людей и в скольких похищениях и убийствах он участвовал, и в пытках тоже у нас есть живой свидетель. Он сейчас в Евросоюзе находится, получил документы. Этот ясен Халидов его лично пытал. Поэтому мы уже не планировали ему никакую помощь оказывать. Мы решили, что всю информацию, которая у него находится, взять и уже делать расследование. Он скинул тогда нам похищенных людей. Фотографии, данные около 65 человек похищенных. ОМОНом на транспорте, где он работал. Потом он просылал видео, фото из энергодаров, как в самом электростанции, так и как они патрулировали город. Давал нам номера телефонов, данные сотрудников, которые работали в ЦП. и в ОМОНе на транспорте. И потихоньку начал уже рассказывать информацию, то, что он знал. Рассказывал, как его отдел, в частности, он сам тоже вербовал людей, молодежь. К примеру, Мусор Хизриев в ноябре 1921 года, по-моему, либо 1922 года, он напал на сотрудника ППС. И он мне рассказывал, что я был одним из тех участников, которые вербовали этого парня несколько месяцев. А в чём идея? Сделать результат. Чуть подробнее, вот на примере этой истории, расскажите, пожалуйста, что значит сделать результат? Сами кадыровцы, есть отделы в каждом силовом структуре, свои оперативники, которые вербуют молодёжь, несколько месяцев вербуют, для того, чтобы этот парень напал на сотрудника, либо он там уехал в Сирию, либо сделал какое-то террористическое преступление. И этим они занимаются. Когда меня похитили в 2015 году, и я был в одном из нелегальных тюрем в подвале, со мной сидел сокабельник один. Его 9 месяцев вербовал Иса Ибрагимов. Он сейчас является помощником министра по делам молодёжи. 9 месяцев вербовал этого парня. Мы про эти случаи там периодически рассказываем. В том числе и Ясин Халидов со своими коллегами-оперативниками, которые работали в ЦП, также вербовали молодёжь. Они также вербовали чеченскую молодёжь, которая находится за границей, во Франции, к примеру. Они месяцами втеряются в доверие, промывают мозги. То есть это реальная вербовка. Использование религии радикализует молодёжь. Методично делают себе такие результаты. А за такие результаты, конечно, федеральный бюджет с Москвой будет выделяться в Чечню за подавление и за борьбу экстремизма и терроризма. Вот такой бизнес. И Ясин Халидов в этом участвовал. Но вот здесь очень важно отметить, что примерно год назад новая газета опубликовала заметку о Ясине Халидове, рассказала о том, как вот его задержали, и он пропал с концами, ничего о нём не известно. И после этого среди правозащитников развернулась и не только дискуссия, а правильно ли поступил Адат и, в частности, Ибрагим Янгулбаев, когда они вроде бы пообещали человеку какую-то помощь с выездом из России, а потом свои слова не сдержали. Даже ходили разговоры о том, что чуть ли не сами участники движения Адат и сдали кадыровцам Ясина Халидова. Но Ибрагим Янгулбаев нас заверял, что они Халидова никому не сдавали, его фамилия нигде не звучала, хотя на основе той информации, которую получили от него Адат, опубликовал расследование о похищении и пытках людей в Чечне. Это расследование называется «Федеральный терроризм», оно выложено на YouTube, его можно посмотреть, они приводят какие-то конкретные случаи. После выхода этого расследования, об этом писала новая газета, кадыровцы задержали мать Ясина, его младшего брата и дядю, а также женщину, случайно оказавшуюся в доме матери. К ним применяли физическое и психологическое давление. Потом вроде как от семьи отстали, но, еще раз повторю, с тех пор о Ясине Халидове ничего не известно. Но вот, насколько понимаю, Ибрагим Янгулбаев сомневается, что он вообще жив, и думает, что его могли убить в назидании другим, чтобы те не сливали информацию. Ну, собственно, кстати, из-за этого в том числе и возникла дискуссия, что сказали, вам больше никто никогда не поверит, никакой информации не сольет, если увидят, что вы обещаете помогать, а сами не помогаете. Ну, как мы слышали, Ибрагим несколько раз нам повторял, что его решение не помогать Ясину Халидову появилось только после того, как он заметил, что тот последовательно врет и не начинает говорить правду, пока его не поймают на очередной лжи. Да, и Ибрагим еще пояснял, что решение принимал не он один, а это было несколько человек в адате, и они еще советовались с другими правозащитниками, журналистами, которые были в курсе ситуации, и совместно было принято решение не публиковать имя Ясина Халидова, но выпускать расследование. Ну, и еще важно то, что, как рассказал нам Ибрагим Янгулбаев, те 65 похищенных, о которых стало известно от Ясина Халидова, они живы. Хотя в целом вариантов развития событий для похищенных людей довольно много, говорит Александр Черкасов. Широчайший спектр возможностей. Если ты не был задержан, ты не нуждаешься в каких-то справках о том, где ты находился, почему тебя освободили. Более того, ты сам после этого на вопросы затошных журналистов или кого еще будешь отвечать, что вот, поехал в Далестан, там немного загулял, просто был не на связи. Но такое раньше случалось. В каких-то случаях оформляют, потому что система не может работать без палок, что называется, без отметок в отчетности. Кого-то пускают законным порядком, кто-то исчезает вовсе. Но сейчас это все гораздо менее понятно и с этим непонятно, что делать в сравнении с какими временами. С теми же 15 годами ранее, когда до убийства Натальи Эстемировой родственники чаще обращались, не боялись писать. И мы имели какую-то информацию, которую еще могли оглашать, потому что если люди вдруг пишут, мы вам ничего не скажем, вы, пожалуйста, обратитесь, но не ссылайтесь на нас. Ну, как мы можем? К сожалению, это огромная серая зона. Почему вообще в Чечне похищают людей и происходит вот такое? Вот объяснение Ибрагима Янгубаева. Кадыров должен отчитываться федеральному центру, чтобы получать от федерального центра бюджет за борьбу с экстремизмом и терроризмом. В Чечне сотрудникам зарплаты в два раза выше, чем обычным сотрудникам других регионов России. Хотя КТО отменили в 2009 году. Еще подавление инакомыслия в Чечне. К примеру, если в России можно, ну, сейчас уже, конечно, повяжут этого человека. Ну, раньше нет-нет, можно было спокатно выйти, раскритиковать власть. Даже какие-то бытовые свои проблемы высказать, недовольство местной власти. А в Чечне это же невозможно. Пусть кто-то один выйдет и скажет, у меня тут в Ахматовском районе и света нету. Почему местная администрация не следит за этим? Если скажет, да его похитят, скажут, что это террорист. Поэтому подавление инакомыслия, подавление вообще любого критического мышления, тотальное закручивание гаек, подавление вообще всего общества нужно для федерального центра, чтобы чеченцы не размышляли, что они должны хоть как-то выйти из состава России. Поэтому надо закручивать гайки. И выделяется бюджет. Ну вот интересно, как федеральные власти реагируют на все эти рассказы о похищениях людей в Чечне. Пытаются ли они вообще, если не предпринимать что-нибудь конкретное, то по крайней мере делать вид, что им там у себя в Москве вовсе не все равно, как складывается жизнь людей в Чеченской республике, и что мы тут власти федеральные вообще-то заинтересованы в соблюдении прав человека в этой Чеченской республике. Но, по словам Александра Черкасова, все совершенно иначе. Совсем недавно, меньше трех лет назад, у нас разворачивалась масштабнейшая кампания по преследованию противников Рамзана Кадырова за границей. А какие противники остались? Независимые блогеры. Как можно вести эту кампанию? Преследование, взятие им в заложники родственников этих блогеров. Это как раз осень 21-го года, зима 22-го. Кампания была, по чеченским меркам, немножко выходящая за рамки. Речь шла чуть ли не о том, что призывали играть в футбол чьими-то головами. И после этого Рамзан Кадыров был вызван в Москву и даже имел разговор с Путиным. Кто-то считал, что это было связано с тем, что он заигрался и вышел за рамки. Рамзан после этого разговора вышел с довольной улыбкой. Потом стало ясно, почему. Оставалось лишь несколько дней до большой войны в Украине. И вряд ли кто-то будет заниматься такими мелочами, потому что есть главное дело – война. Более того, исходные методы использовались и для формирования добровольческих подразделений в Чечне. Ну, как добровольческих, в кавычках. Это еще весной и летом 22-го года нам поступали сообщения, что систематически в разных районах людей задерживали, помещали в изолятор временного содержания и предлагали им выбор. Либо ты идешь добровольцам на войну, либо ты добровольно платишь несколько сот тысяч рублей, либо, извини, ты садишься. Таким образом получали и добровольцев, и деньги на выплаты этим добровольцам. Эта система вполне работала. Если вот эта система вся, еще и часть другой, большая система по поставке пушечного мяса, зачем с этим бороться? Ну, а почему в таком случае молчат сами жители Чеченской Республики? И почему они не заявляют, не говорят громко о насилии, похищениях и пытках? Одно дело, о чем люди говорят, а другое дело, о чем они говорят между собой, и совершенно третье, что они запоминают. Я так думаю, что не забывают ничего. Но сейчас, когда сказанное слово может быть опасно не только для тебя, но и для твоей семьи, молчат многие, кто может заговорить завтра и предъявить завтра свои претензии. В Чечне ничего не забывают. А за пределами Чечни? Боюсь, что ситуация в Чечне, вне Чечни, не оценивается должной степенью серьезности. А зря. По моим наблюдениям, мы живем в одном и том же сериале. Только мы, может, в пятом сезоне, а Чечня уже в восьмом или в десятом. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чемпаладова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова